Так, небольшая заметка, экспериментальная, с Intel Arc, с карточкой Intel еще пробую. То есть, заметил такую особенность, на разных платах по-разному себя ведет софт, и по-разному согласуется работа совместной графики. На более даже простых платах запускался у меня центр, этот софт от Arco. А вот на этой B560 платы поставил я 10100 с интегрированной графикой, 630. Вот, думал и кулер поставить, ну, для теста, такой маленький, там новый, приобрел, скажем так. А потом, с другой стороны, температурный режим этот, в принципе, приемлемый, она до 70 греется, и решил этого не делать, оставил этот кулер как есть. И вот в режиме авто, графика в биосе, плата, она так, ну, совместимая с этой карточкой же. Выходы я на этот раз взял оба HDMI, HDMI внутренний и HDMI с видеокарточки. Ну, естественно, оно сразу на два монитора выводит и биос, и изображение. И каждый, что интересно, вот в такой конфигурации, мне просто ни разу так, я не делал, наверное. Каждый видеовыход отрабатывает своя графика. То есть, понятно, что оно так и должно быть, согласование. Но у них больше софт ориентирован на 11-е поколение, я так понял. А в 10-м, как получится. И... Что еще я хотел отметить? Ну, это то, что касается железя. По софту, то есть, каждый монитор выводит свою графику. Это 630-я графика. И вот сейчас он как-то интересно переставил местами. Вначале, когда я поменял процессор, на первом месте стояла 630-я, а потом Iris XE, он подтянул ее, да и все. Драйвера обновил, центр обновления, как бы. А вот... Вот они оба графические процессоры, хоть тут, хоть... А на втором мониторе, ну, тоже сделал дублирование, чтобы был в HD везде. Здесь вывод Iris XE тоже через HDMI, чтобы было одинаковое разрешение, просто... Как от... Как отрабатывает интересная графика. Да. Начал проверять, что работает, что не работает. Естественно, вот эта приложуха, которая идет к 630-й графике, как он называется, панель управления графикой, она такая специфическая, старого образца, она почему-то не подтянулась. Обычно на некоторых платах оно подтягивается, ну, зато этот центр управления графикой нового формата, он обе графики видит, это хоть как-то радует. Ну, здесь он, естественно, хоть показывается, да, у вас последняя версия, тут понятно, что он никогда не показывает, есть ли новый драйвер, поэтому он просто не знаю, на что ориентируется. Стоит Resizable Bar включен и 4G decoding, то есть как бы в биосе настройки под карточку установлены. Здесь тоже вот общее назначение, он тоже до четырех может вытянуть, получается, с памяти ресурсов. И памяти, конечно, маловато, тут 8 всего гигов. Вот, ну, вот непонятно, к какой графике он применяет эти значения. В этом может быть и как бы какая-то проблема, потому что, когда, скажем, отключаешь внутреннюю графику в биосе и оставляешь только внешнюю, или Iris XE, тогда он применяет значение Resizable Bar к активной графике. А когда вот обе графики включены, то я вот смотрю, мне что-то кажется, что он применяет вот этот Resizable больше к графике интегрированной, к 630. Вот, ну, естественно, чтобы проверить, это только Driver Assistant, который... Вот он загрузился, система проверила, нашла более свежие драйвера и предложила через сайт его, естественно, обновить. Ну, обновилась сначала Iris XE, потом начался... Ну, он попросил перезагрузиться, и... Началась еще одна установка второго драйвера, ну, 7-й, 10-й генерации, общий драйвер. Тоже такое точно окно запустилось, поэтому я отмену один раз нажал, он автоматически его не обновил, только вот вкладки тут появились. Даже на них уже не ссылается, тут были две вкладки. Обновление текущее и история. Или повторная инсталляция, как бы через сайт он условно обновил их. Ну, это, да, вот... Показывает теперь, что версия драйвера новая. И поменял же их местами. Ну, то есть, обновление драйвера осуществляется отдельной утилетой, вот, ассистентом этим. И поменял их местами, смотрю. Ну, вот это беспокоит ерунда. Она, вот, на некоторых платах у меня с этой платой ARIS XE запускалась. А здесь фиг вам. Пишет, что либо одиннадцатое поколение, а для дискретки убедитесь, что вы используете ARIS XE. Ну да, я использую ARIS XE, так какого хера, блин, оно не запускается. И вот такая вот фигня на некоторых платах продолжается. Она особо ничего не дает. Ну, как не дает? Дает там какие-то управления вот здесь в настройках совместного использования. А по факту утилита здесь не работает. И все, вот тут она повисла. Можешь на ее вывешивать. Новый драйвер, свежий. Вот такой вот софт. Он... Ну, ты ж видишь графику, да? Остав графику. Это все-таки приложуха. Она привязывается к графике. И... Графика есть, а приложение его не видит. Это вот баги софта. И последних драйверов. Вот уже второй... Ну, как... Можно сказать, второй год они пилят эти драйвера. Ну, и все равно... И все. Вот невозможно ничего сделать. Щелкай, не щелкай. Она висит. Пока его не... Тупо... Не снимаешь задачу. Вот эта фигня не работает с первым поколением DJ Graphic. Только с арками еще как-то она... Немножко... Дружит, можно сказать. Ну, вот такое вот... Думаю, проверю, какое оно в совместном режиме будет работать. И если... Что интересно... Запустить... Ну, YouTube... 4K... Это... Это... Ну, обычная Full HD-шка. Я запустил пока. Ну, тут 60 кадров в секунду. Хорошая. Видишь? Звук выключил. И пошло изображение. Пошло изображение, естественно, на два монитора. Ну, вот как интересно отрабатывает графика. Она практически в дуал-режиме работает. Просто я так никогда не испытывал. Ну, как и не проверял. Почти по 50% оба графических чипах. Что 630-я, что Iris Xe. Каждая выводит на свой... На свое устройство, на монитор. И... Обычно, когда... Ну, да, не буду гадать. Оно, может, так и должно было быть, в принципе. Я просто не пробовал подключать одновременно на разные мониторы и сравнивать, как в этом случае другие карточки себя ведут. Скажем, если бы RX-ина стояла. Ну, AMD-шная какая-то. То обычно на себя берет декодирование графика встроенная. А... Скажем, графический чип отдыхает. Nvidia или AMD. А здесь вот они как-то два работают. Ну, еще от платы зависит. От биоса, конечно. От согласованности внутри. Как там производитель хитрым образом. Сейчас я включу разрешение поболее. Сразу. 4К. Все-таки поток большой. Если сеть потянет. Пошло. Так. Ну и... 4К. Тоже большой-большой. Почему-то процент загрузки непонятным образом. Я на какой-то из плат проверял. Она там максимум 15% употребляла. А вот в таком режиме она задействуется как-то... вообще непонятным образом. И... Вспомню и покопаюсь. Где я? Что может идти настройки или... Или он просто так рисует. А что у нас показывает GPU? Это же я увидел и... Думаю. Так. Вот 630. 43 градуса. Ну 50% допустим. Так. Аэросексия. 43 градуса. Ну да. Вроде бы правильно показывает. Вот. Ну вот что-то... Что-то... Может это такой прожорливый... Этот... Как называется... Edge. Час я его закрою. Попробую в хроме. Вот... Не должно такого быть. Я так себе думаю. Что-то он обновился... Не думал что его сказать. Угу... Никитирование... Не ですмёж겨вается... Как прикрыться? Неведимок. Внимание такой роз Maschine. Ну к statutoryилу. А под fitness в маркетах их. Снимала Coronau Кeen. Нурик. Горить. Огон. AS Чтобы запрещать... Встраня housing... Вот разница, да? Вот где собака зарыта. То есть в Edge потребление 45 процентов, а в Chrome 11. И радоваться, потому что Intel сделала такой браузер, который, как вторая операционная система, требует ресурсов, и пользоваться им на слабых компьютерах невозможно. Так получается. Но это уже ближе к истине. Хотя и то, и то же. Для этого процессора должно быть меньше потребления. Особенно для арковской карточки очень большое процентное соотношение. Непонятно почему. Ну вот такая особенность. Эджи перестарались. Зачем нагружать браузер, который должен быть легкий, быстрый нагрузкой почти в половину мощности процессора. Ну вот такая вот заметка интересная по графике. Буду еще ковыряться, ну, со временем, если что-то обнаружу. То есть претензия к... Кто их штампует? Intel? Для Intel кто пишет софт? Microsoft или кто? Ну, где-то вот эта основная претензия. То есть карточка стоит, он ее не определяет. И тупит. Ну да, клавиша толку. Ничего невозможно сделать. Вот такая вот история. Заметка своего рода. Для сравнения. Интересно. Благодарю.